Однажды, будучи еще совсем малышкой среди набора диснеевских мультфильмов, я нашла кассету под названием «Дэвид Блейн. Уличная магия». Суть данной программы заключается в том, что даже самый тривиальный фокус можно превратить в настоящую магию. Но сегодня программа «Каза» находится на настоящем мэджик-шоу в ресторане «Альбир Венотека». И совсем скоро вы убедитесь в этом сами. Самое главное для фокусника? Самое главное для фокусника – это чувство юмора, и чтобы перед выходом на сцену была застегнута ширинка. Дмитрий Мосин – легендарный фокусник, который прямо сейчас для программы «Каза» сделает маленькое волшебство. Держите вот так вот монеты, пощупайте, посмотрите, сколько вы видите. Я вижу три монеты. Прекрасно. Я засучу рукава, меня все подозревают. Итак, я возьму одну, потом еще одну, а третью положу в карман. Сколько у меня осталось здесь? Я. Я повторю специально еще раз для вас. Я считаю до трех. Как ты относишься к фокусникам? Всегда хочется разгадать какой-то фокус. Ну, понятное дело, что мы видим фокусы разные. Видим фокусы на каком-то местном уровне. Видим Дэвида Копперфильда, да, там, или еще каких-то очень крутых фокусников, которые могут здание, допустим, да, как-то сделать, чтобы оно исчезло, да. Но я знаю таких фокусников, которые, как бы, делали так, что составы с металлом исчезали просто. Исчезают деньги просто куда-то исчезают. Алкоголь исчезает очень быстро, да. Но таких фокусников просто миллион, да. Очень интересно иногда наблюдать за всем этим. Смотрите внимательно. Между пальцами ничего нету. Любимые волшебные слова фокусников в Украине какие? Абракодавр. Не, это старые. Сейчас, говорят, все руки ничего не брало. Три монеты, две руки и мои честные глаза. А также великолепно слышно. Эту честно в карман. Сколько здесь? Должно быть две, но я думаю, что три. У нас в Харькове живет фокусник круче, чем Дэвид Копперфильд. Это моя жена. Каждый раз, когда я приношу деньги домой, она всегда мне говорит, зайчуля, ты что не знал, что деньги – это иллюзия. Хотели бы вы научиться какой-нибудь такой магии, которую можно было бы применять на мужчинах? Обязательно. Вот мы с вами этому научимся. Сокурсы должны на эту тему для женщин проводить. Мне тоже так кажется. Что они там? Они же ничего не понимают. Да-да, да. Фокусы – это хорошо. Фильм про четырех фокусников, ты помнишь? Иллюзия обмана. Да, да, да. Как тебе? Крутой очень. Я просто на одном дыхании посмотрю. Ты бы хотел быть одним из них? Нет, не хотел бы. У меня есть своя… Я работаю языком, знаешь, ртом, могу так сказать. Ты бы мог бы ртом обманывать людей? Я и так это периодически делаю. Что это ты только что пробовал делать с шариками, вот эта красненькая? Он нам дал два шарика, а потом их оказалось очень много, я не понял как. И вот это очень сильно заинтересовало, я его не собираюсь отпускать, чтобы он не выходил отсюда. А это правда вообще, что вы вице-президент общества иллюзионистов Украины? В Украине, совершенно верно. И как туда вообще попасть? Главное, чтобы человек горел искусством, потому что то, что мы делаем, это не обманываем людей, а доставлением удовольствия зрителям. И если это есть в человеке, он найдет. Что мне в свое время отказали, я спросила Маяка Акопьяна, чтобы он меня научил. А теперь вы отказываете всем, да? Не, ну чему, не все. В принципе, один фокус уже для себя узнал. Такой? Хочешь покажу? Только внимательно смотри. Смотри, видишь? Вот смотри, нам потрогай, это настоящая штучка. Смотри, только внимательно. Я видела, что ты его выкинул. Не получилось.